Приветствую вас! Начать надо с того, что вы задаете свой вопрос в раздел «Психология». Вроде бы вы это понимаете, потому что, ну, ваш вопрос помещен в раздел «Психология. Травмы и стрессы». Но я не очень понимаю, в чем стресс и в чем травма, и чья травма, чей стресс. То есть, как бы, если это ваш стресс и ваша травма, то с этим нужно, конечно, работать. Да, чтобы вы себя чувствовали лучше, чтобы позитивно влияли на ребенка, например. Вот. Если речь идет о ребенке, то с ним нужно работать отдельно, чтобы понять, что вообще происходит. Если там психосоматика действительно, или это просто достаточно тяжело выявляемое заболевание, которым ваш ребенок болеет, да, ну вот. То есть, если это психосоматика, то она пришла из вашей семьи, ну, потому что на ребенка всегда оказывает влияние его семья, и влияние оказывает такое достаточно сильное, вот, серьезное. Если, соответственно, обнаружится в какие-то моменты, вот, ну, в вашей семье, то их можно и можно и нужно будет поисследовать, можно и нужно будет проработать, потому что, это очень важный момент, но в целом, вот именно в целом, я пока не очень понимаю, на что или на кого нацелен ваш вопрос, и кому он адресован. То есть, если врачам, то вы не описали диагнозы, не описали симптомов, симптомов, ничего. Если психологам, то, опять же, вы не описали психологических, поведенческих, личностных моментов, которые могли бы послужить материалом для анализа. Если эзотерикам, то, ну, опять же, у вас нет запроса никакого к эзотерикам, вот. Вы спрашиваете, как с этим разобраться, разобраться с чем? С тем, что ребенок болеет с вашим отношением к этому или к тому, что сказал экстрасенс? С чем разобраться? Почему вы обратились к экстрасенсу? То есть, что послужило причиной такому обращению? Я не обвиняю, я ничего не имею против, но вот что послужило причиной, почему вы выбрали именно обратиться к экстрасенсу? Означает ли это, что к врачам вы уже обращались, и они вам, там, условно говоря, не смогли никак помочь, допустим? Или, может быть, здесь какая-то еще другая причина есть? То есть, ну, вот этот момент, он очень важен, его очень важно разобрать, его очень важно рассмотреть. На мой взгляд, на мой взгляд. Вот. Что я хочу сказать, Антонина. Вот вы спрашиваете, да, как с этим разобраться. Я думаю, что разбираться с этим нужно в зависимости от того, какое направление вы выбираете. То есть, если вы выбираете эзотерическое направление, то вам нужно идти по нему до конца. Если вы выбираете психологическое направление, то вам нужно довериться психологам, психотерапевтам и так далее. Ну, тому, кого вы выберете. Если это врачи, медицина, то, соответственно, нужно искать причины там. То есть, определитесь выбором, определитесь тем, какое направление вы будете использовать для того, чтобы вам помочь своему ребенку. И просто идите в этом направлении. А те специалисты, направление которых вы выберете, они вам помогут. Они сделают все, чтобы вам помочь. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.